Развитие миллиардации и животноводства, реализация инвестиционных проектов. Такие задачи ставит губернатор Андрей Бочаров перед администрацией региона. Эти вопросы сегодня обсуждали на расширенной коллегии по сельскому хозяйству. Волгоградская область сегодня возвращает себе значение одного из ключевых регионов в сфере АПК. Сельское хозяйство – один из приоритетов, которые губернатор Андрей Бочаров обозначил сразу, как возглавил область. Кроме того, к мнению волгоградских аграриев прислушиваются на федеральном уровне. Продолжение наших специалистов входит в состав базовых программ Минсельхоза России. Понятно, что развитие сельского хозяйства сегодня идет прежде всего за счет государственной поддержки. Селяне получают разного рода дотации – субсидирование процентной ставки по кредитам, компенсации за ГСМ и удобрения. Кроме того, с нынешнего года увеличится и поддержка фермеров, которые расширяют площади подорожения. На программу миллиардации в бюджете региона предусмотрено более 100 миллионов рублей. Более 50 миллионов рублей на реконструкцию и растительных самой системы, и более 50 миллионов рублей на компенсацию, как я говорил, уже по электроэнергии. И плюс еще на сегодняшний день надо приводить в порядок весь наш волгоградский областное имущество, эти все растительные каналы, станции и прочие дела. На это тоже выделяются денежные средства. Некоторые виды субсидий на развитие миллиардации волгоградские фермеры уже получают. Так, к примеру, в Городичинском районе сегодня растительные системы работают на 10 тысячах гектаров пашни. Некоторые аграрии возрождают миллиаративные комплексы, которые строились еще в советское время, и прокладывают новые водопроводы. К примеру, в Карповском сельском поселении за три года намерены заменить систему орошения на площади в тысячу гектаров. Половину от затраченных средств фермерам вернут в качестве компенсации из региональной казны. По Карповке он проект на три года, и в настоящее время он реализован на 30%, и постоянно в конце года он подает на возмещение, получение субсидий за проектные работы именно по орошению. Это 50% от стоимости оборудования, это достойная поддержка. Развитие сельского хозяйства невозможно и без реализации инвестиционных проектов. Задача – привлекать как можно больше средств на село, также поставлена губернатором Андреем Бочаровым. В Быковском районе, к примеру, на сегодняшний день планируют реализовать более 20 таких проектов. Это и строительство перерабатывающих комплексов, и поддержка начинающих фермеров, и развитие семейных молочных ферм. 25 инвестпроектов на 2015 год. Практически все мы их защитили на комиссии и комитете по сельскому хозяйству. У нас есть молодые люди, начинающие фермеры, у нас хорошо пошли семейные фермы. И есть здесь прогресс, и сегодня ведется работа, которая, мы думаем, поддаст свои результаты. На сегодняшний день для привлечения средств в агропромышленный комплекс наш регион участвует во всех федеральных программах. Всего же на поддержку волгоградского и сельского хозяйства в этом году предусмотрено более 3 миллиардов рублей. Станислав Лопатин, Мария Иванченко, Максим Евсиков, телекомпания Ахтуба.